Артем Корнеев, главный герой матча Локомотив ФШМ в UFL2. Артем, с победой тебя, с покером. Сразу к третьему мячу. Как ты зарабатывал пенальти? Что это был за проход? Как получилось? В 99% случаях, ну, максимум нападающий, наверное, искал бы фол или искал бы поддержки. А ты пошел сам. Первое, очень спасибо за поздравление. Но в третий момент получилось так, что у меня получился выиграть дуэль один в один. Потом оказался соперником один-один, на замахе его убрал. Он попал мне по ноге воспользоваться пенальти, поэтому упал, заработал пенальти. И решил его исполнить пенальти. И все. Ну, я считаю, ну, просто неплохой момент, который у меня хорошо получился воспользоваться им. Кого ты копируешь при исполнении 11-метровых? Потому что сегодня они разными получились. Вот эти вот разбеги, которые запутывают окончательно вратарей. Ну, у меня нет, как бы, кумира по пенальти. Просто, ну, думал во время игры, как лучше пробить. Потому что, ну, нелегко подходить к второму пенальти. Но я просто знал, что вратарь прыгает, поэтому решил увидеть, куда он будет падать и покатить в противоположный угол. Теперь к началу матча. Все для вас складывалось здорово. К 20-й минуте ведете 2-0. Затем удаление. И немножко растерялся в эти минуты локомотив, как мне кажется. Ну, в первую очередь, просто то, что игра была под нашим контролем. Как получили удаление, немножко инициативу отдали сопернику. Но, слава богу, не пропустили. Во втором тайме мы посвящались, поняли наши проблемы и вышли заряжены на второй тайм. И все у нас получилось достаточно хорошо. Где круче играть? В UFL 2 или в UFL 1? Тебе можно сравнивать? Ну, там и там хорошие соперники. Там и там интересно. Спасибо. Я желаю удачи и там и там. Спасибо большое. Мы забивали в предыдущей игре на скамейке. Ну, это результат недельной работы. И где-то мы ротируем состав. То есть, это нормально. Арсений Герт расстроился с замене, хотя она была вынуждена, потому что удалили вратаря. Как еще пришлось перестраиваться при игре в Дестерон? Перестроились во втором тайме уже. То есть, четыре защитника перешли. А заканчивали игру также в двух нападающих. То есть, честно скажу, что больших каких-то проблем из-за удаления мы не испытали. Поэтому держали игру под контролем и довели матч до победы. Решающий матч сезона, решающий отрезок уже наступает и в UFL 1 и в UFL 2. Артем Корнеев больше будет играть по своему году или все-таки будет отправляться повыше к Вячеславу Вашкевичу? Будем смотреть. Но я думаю, все-таки он будет играть за нас. Спасибо. Я желаю удачи. Никита Богатиков, игрок футбольной школы молодежи в UFL 2. Никит, сегодня уступили, хотя до поры до времени по игре и по моментам соперникам не уступали. Почему так вышло? На мой взгляд, не реализовали свои моменты. Не было последней передачи или удары. И пропустили глупые голы и индивидуальные ошибки. Не было ощущения, что в равных составах играли даже лучше, чем потом в большинстве? Не заметил какой-то разницы. Более-менее одинаково шло. Но после того, как удалился, игрок Локомотива больше был уверенности. Ты исполняешь практически все ведущие, так скажем, стандартные положения. Почему не удалось сегодня максимум выгодой? Потому что подачи-то у тебя неплохие. Не знаю. Так получилось. Я еще знаю, что заметил. Ты нацелен на пас в любой ситуации. Ты практически не смотришь на ворот, а оглядываешь, ищешь партнером. Это твой всегда стиль игры такой? Ну, получилось, что в этой игре это не сыграло нам на руку. Когда нужно было бить, я придумал. В чем нужно в первую очередь прибавить, чтобы на финишном отрезке команда заработала очки и заработала победы? На мой взгляд, нужно, чтобы каждый из команд был замотивирован и хотел биться. Не просто выходить на поле, отбывать номер. Сегодня были такие игроки? Я не буду насчет этого говорить. Спасибо. Желаю удачи. Эрнест Молотов, главный тренер ФШМ-2006 в ЮФЛ-2. Эрнест Сергеевич, сегодня поражение от Локомотива. Но, тем не менее, на протяжении всех 90 минут вы не отказались от своей атакующей игры. Вы всегда стараетесь играть от себя. Но вот сегодня это получилось во вред, что ли? Что я могу сказать? Ну, детско-юношеский футбол, это, наверное, само по себе, это должно сказываться на развитии игрока. Не играть от обороны, а научить играть футболистов, играть в атаку. Потому что в оборону, в обороне играть, конечно же, проще закрыться количественным составом, играть у своих ворот, при отборе мяча там выбивать. С надеждой на то, что кто-то там из нападающих зацепится. А вот научить играть в атаке, наверное, это является первой ролью тренера, чтобы футболистам было проще и быстрее развиваться. Поэтому мы от своего футбола никогда отходить не будем. Мы будем стараться играть на атаку. Ну и, конечно же, безусловно, не забывая про оборону. Потому что мы запропускаем очень много мячей, пропускаем в простых ситуациях. И пропускаем даже играя в большинстве. И вторую игру мы подряд играем в большинстве. И не можем никак набрать очки. Перед уходом в раздевалку о чем-то так на достаточно повышенных общались с Никитой Челышем. Что-то ему объясняли? Что конкретно? Да нет, там не на повышенных тонах. Там было просто объяснение того, что перед самым перерывом было стандартное положение штрафного удара в наши ворота. И Челышева просто толкали в сторону наших ворот. Тем самым линия вне игры была сломана. И он как бы никак не сопротивлялся. Тем самым, позволяя игрокам локомотива вбегать же в эту линию. А наши игроки, тем не менее, поднимались. То есть простым действием, толчком игрока к нашим воротам, линия вне игры ломалась. Подключить туда игрок в ту зону, был бы опасный момент. Поэтому это было... Оперативно ему было это объяснено. То, что нужно сопротивляться и держать строго линию игры в обороне. Насколько сегодня не хватало дисквалифицированного Артура Ананяна? И как здоровье Рома Тарасяна? Ну, не только их. У нас еще и Васильева Кирилла после травмы нету. И Курбана Лутова у нас нету. У нас полсостава, можно сказать, нету. Мы каждую неделю вынуждены наигрывать какие-то новые связки от игры к игре. И сейчас Абанчев получил, восьмую желтую карточку его. И на игре с ИСК не будет. И опять же, какой-то злой рок, наверное, на этом висит. То дисквалификации, то травмированные игроки. Ну, ничего страшного. Значит, у всех игроков будет шанс себе продемонстрировать заявленных. Поэтому их не хватает, конечно. Чем больше численный состав, тем проще играть и есть из кого выбирать. Спасибо, я желаю удачи. Спасибо.